Маленький домик на лесной 5 в селе Мельгидун Забайкальского края. На берегу речки Коинга вырос будущий герой спецназа Евгений Эпов. В похожем, простом деревенском доме в Агинской степи вырос другой герой Забайкалья, Алдар Цудинжапов, прямо за воротами природа, располагающий к тому, чтобы вырасти здоровым, красивым и сильным. Каким будет твой характер и твоя жизнь, зависит от тебя и от того, кто рядом. Да он мамочка меня звал-то. Мамочка, мамочка. Как баба сразу. Он потом начинает, как отчим прям. Ну он папа его звал-то. Он у него с трех лет ростил. Как папа, как брат. В десятом году в августе. Крапова берет получил, да? Крапова уже берет получил, он все уже мне фотографии привез. Этот беретик мне, мамочка, вот я берет привез тебе, смотри. Да вот он мне 25-го буквально звонил. Как мама у меня беретовая. Я говорю, сына, куда они денутся твои береты лежат? Звонил все время, писал? Звонил, звонил, звонил. Ну он писал-то как сначала, телефон отначили тут уже. Тут и денежки мне посылали на этот телефон. Телефон сломала, но он мне денежки выслал, телефон купила. Спецназовец Евгений Эпов совсем недавно получил однокомнатную квартиру в Челябинске. И собирался зарегистрировать отношения с любимой девушкой Настей Вершининой. Она приехала в Мельгидун быстрее, чем в родной дом доставили тело Жени. Родные ждали 8 дней. Мы вылетели из Ростова в Оренбург, из Оренбурга в Челябинск, в Читу. Всех ребят развезли, всех похоронили. Евгений был откройним. Одноклассница Василиса принесла любительское видео, как в 2009-м Женя Эпов наряжался для ее дочки Дедом Морозом. Дедушка вышел высокий и статный, но совсем не страшный. Первый командир Евгений Эпов Андрей Рыбин помнит, как на его глазах он превращался в настоящего бойца. Вместе служили, играли в футбол, писали письма домой. Вместе с ним они не раз были на боевых заданиях в Чечне, Дагестане и других горячих точках, которых с годами не становится меньше. Потерь в отряде спецназа не было с 2006 года. Каждый военнослужащий спецназа знает, куда он идет, к чему ему готовиться. И на задачу, когда мы выходим, мы настраиваемся на худшее. Мы знаем, что сегодня мы можем не вернуться. Красивая и светлая мельгидунская школа. Здесь учился Евгений Эпов. Первая учительница Татьяна Петровна Неронова теперь вспоминает, как еще первоклашкой Женя иногда даже плакал, выписывая в тетрадке первые слова. Плакал от того, что не получалось. Как-то у него были отношения к Насте Слепневой, к своей однокласснице, но он проявлял по-своему к ней. Как-то он ее то за косичку дернет, то он ее... Ну, в общем, по-своему как-то были, даже пришлось, приходилось иногда разбираться. Оказывается, он просто был как будто влюблен в нее. Вот. Не, он очень был уважительный. Ребят среди ребят, он пользовался авторитетом. Ну, я говорю, вот такой жизнерадостный. Он как торопился, вот жил, старался из жизни взять вот все и учиться поступил в институт. Военный билет бойца спецназа Евгения Эпова. Группа крови редкая, четвертая. Резус отрицательный. Награды. Медаль в 203 МВД и краповый берет. Получив этот знак доблести, бойца спецназа Евгений в августе 2010-го. Последний раз был дома, живым. Звание сержант. Представлен к званию Героя России посмертно. В редакцию телекомпании уже звонят и пишут забайкальцы, желающие оказать помощь родным и близким Евгения Эпова. Многие из них не знали его лично, но уже считают его своим героем. А еще имена двух забайкальских парней все чаще звучат вместе. Алдар Цзинжапов, Евгений Эпов, Забайкальский край, Россия. Ирина Трофимова, Сергей Рычков, село Мельгидун, Чернышевский район.